Дорогие друзья, сегодня про Амнота в гостях у легенды танцевального спорта Станислава Григорьевича Попова, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, президента Российского танцевального союза. Станислав Григорьевич, мы очень рады, что вы нашли время ответить на вопросы про Амсообщества. И в последнее время пришло очень много новичков в про Ам, и им было бы интересно узнать главные вехи вашей танцевальной карьеры, вашего пути. Спасибо. Ну, прежде всего, добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, когда вы будете смотреть этот материал. Или доброе утро, может быть, даже, Анна, мне приятно на этой встрече. Спасибо, что вы ее инициировали. И я думаю, что разговор о про Ам, я называю про М вообще, поскольку я все-таки пять лет прожил в Америке и привез это направление сюда, там все-таки это профессионал М, это про М. У нас просто так по транскрипции народ называет про Ам, но ничего, это не страшно. Я думаю, что это важная тема, потому что турниры про М проходят на сегодняшний день уже во всем мире. Это движение родилось в Соединенных Штатах Америки. И прожив там пять лет, я в 95-м году, когда вернулся, я привез это сюда, и мы тогда обсудили с Алексеем Миндарем вот это направление. Затем он создал компанию «Галла Дэнс», которая стала очень успешной, я считаю, одной из самых успешных компаний в мире в этом направлении. Ну и, конечно, очень многие люди уже прошли свое обучение через эту компанию, танцуют и счастливы, как мы говорим. Мой путь, это очень долго, наверное, рассказывать, я могу просто какие-то основные вехи назвать, Но если наши уважаемые дамы и мужчины, проэмщики или проэмщицы захотят подробнее это узнать, в Ютьюбе есть фильм «Танцуйте, будьте счастливы», 47 минут, который на мой юбилей пять лет тому назад был создан. В Ютьюбе есть «Линия жизни», это часовая программа канала «Культуры». И вообще, если зайти на www.stanislavpopov.ru, то там огромное количество видео, интервью, материалов и так далее, и так далее. Материалы под названием «Путь наверх», «Путь к успеху» и так далее, и так далее. Я иногда не понимаю совсем, что когда говорят, что «Вы звезда», это легенда, это возможно, легенда, патриарх бального танца, динозавр бального танца. Естественно, прожит очень большая и продолжает проживаться большая танцевальная жизнь, которая начиналась в 60-х годах, с занятий в школе бального танца в Сокольниках. Мой брат меня туда привел, я до этого приходил туда, смотрел, как он занимается, как он потом попал в актив школы бального танца в Сокольнике. Активистам разрешалось приходить бесплатно на летнюю танцевальную веранду, там они показательные выступления делали. Я в это время занимался спортом, мне это интересно было просто наблюдать со стороны. А потом, позанимавшись однажды тоже в школе бального танца, тогда мы танцевали всякие советские танцы, не было ни ча-ча-ча, ни румба, ни джаева. Я помню, как однажды на одном уроке наш преподаватель Анатолий Губарев оставил меня и моего друга после занятий и сказал, что сейчас я вам покажу основной шаг запрещенного в Советском Союзе танца-ча-ча-ча. Вот, шаг вперед, назад, шоссе в сторону. Я везде в своих интервью говорил, что у меня тогда возникла такая мысль, вспоминая апрельские тезисы Ленина, шаг вперед-два-назад. Вот, я понимаю, там была идеология, какая здесь идеология была, непонятная. Хорошо, что мы прошли уже через все это время, и теперь мы танцуем все абсолютно. Потом я вернулся опять в спорт, а потом уже в 67-м году мне было предложено прийти в Дом культуры «Химик». Сказали, что у одной девочки заканчивается партнерство с ее партнером. Вот, я приехал туда, мы начали с ней танцевать, год протанцевали, потом было новое партнерство, уже Людмила Бородина, впоследствии Людмила Попова, с которой мы 27 лет были вместе, и это был такой длинный, творческий, интересный путь. Сначала просто исполнительский, начиная с самого начала, Д-класс, С-класс, Б-класс, А-класс. Мы стали самой юной танцевальной парой, которая в Советском Союзе стала, получила международный класс. По количеству пар, это была 13-я пара в Советском Союзе, если учесть, что до нас в России только две были пары международного класса, это Юрий Ольга Симонова в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, и Надежда Виктор Давидовская, то мы в России стали вот третьей парой международного класса. Остальные пары были из Латвии, из Эстонии, из Литвы. Мы ездили туда, мы учились, мы танцевали на турнирах при Балтике, великолепный турнир, интерная пара. Это был крупный международный турнир, куда приезжали лучшие пары мира. Это была заслуга первой советской пары профессионалов Юрата и Чесловас Норвейша, которые впоследствии возглавили, Чесловас возглавил АБТ СССР, это было в 89-м году. А мы в 87-м году создали творческую комиссию по бальной хореографии при Всесоюзном музыкальном обществе. Это стало прообразом Российского танцевального союза. И мы ведем отчет день рождения, год рождения нашей организации, Российского танцевального союза, это 87-й год. На сегодняшний день это уже 35 лет получается. И постепенно мы завершили свою любительскую карьеру. Продолжая танцевать в любителях, в 71-м году я создал во Дворце культуры имени Горького студию бального танца. Туда стали приходить замечательные исполнители. Мы сами выращивали, некоторые приходили уже, имея определенный уровень. В результате мы стали ведущим клубом Москвы. Я вспоминаю, что в то время, в середине 80-х годов, наверное, из 30 пар международного класса, примерно 22-23 пары международного класса были в моем коллективе. Можно даже привести такой пример, что в 81-м году состоялась командная встреча с СССР-Австрией в Каунасе. И в шести пар, там было четыре пары из Дворца культуры Горького и две пары из Литвы. Литвовские пары из клуба «Сакурис», как раз которым руководили Юрата и Чеслава Снорбиша. Мы прожили эту творческую карьеру, любительскую. Мы выиграли все любительские турниры в Советском Союзе, в соцстранах. Мы стали победителями чемпионата соцстран с 79-го года в Москве. До этого мы стали победителями всесоюзного конкурса в 75-м году в Киеве. Сегодня мы называем многие турниры общероссийские, российские, до этого, до 91-го года всесоюзные. Но они, конечно, не несли с собой той значимости, которая была у первых двух всесоюзных конкурсов. В 72-м году в ЦСКА, в Дворце спорта, и в 75-м году в Киеве, в Дворце спорта. Это были очень масштабные события. Проходили отборы в районах, регионах, городах, республиках. И затем это было все представлено в финале в Москве и в Киеве. И это все проходило по инициативе под патронажем Министерства культуры, союзных республик и Советского Союза. И вот в 75-м году мы победили на этом конкурсе. Там было 10 пар лауреатов, но мы заняли первое место. Тогда все-таки как-то не хотели определять первое, второе, третье место. Но, естественно, мы были победителями тогда. И в 79-й год впервые пришел чемпионат соц. стран Советский Союз. Он начал проводиться в 75-м году. Первый турнир состоялся в Германии, в Кармаркштадте. Латиноамериканские танцы там выиграла пара из ГДР Петер-Изабелла Бергман. Вторыми были Добромил и Ева Вапатова, Добромил-Новачик Ева Напатова из Чехии. Мы тогда, наши пары, не принимали участие в первом чемпионате соц. стран. Европейскую программу выиграли тогда два брата из Чехословакии, Дворжики. А вот в 76-м году уже Министерство культуры отправило нас впервые на чемпионат соц. стран. Это было в Устье над Лабем. Очень хороший турнир, который традиционно проводился в этом городе. И там мы с Людмилой заняли третье место после победителей и серебряных призеров первого чемпионата пара из ГДР из Чехословакии. А в европейской программе Витас Даля Камайтис из Литвы стали третьими в европейской программе. И Виктор и Надежда Давидовский выступали в двух программах и были пятыми в обеих стандарте и в латине. Так мы начали принимать участие в чемпионатах соц. стран. Потом они прошли в Польше, в Венгрии. И наступил с ними с девятый год, когда уже нужно было проводить чемпионат. Уже все соц. страны провели, ну кроме, допустим, Кубы, там Ча-Ча-Ча, конечно, умеет танцевать национальное, но конкурсных танцев там не знали. Кстати говоря, в 79-м году, когда проходил этот чемпионат в Москве, нельзя было не пригласить кубинскую делегацию. И они сначала обиделись, сказали, что мы, как это так, мы не будем принимать участие, мы родина Ча-Ча-Ча и Румба. Но потом посмотрели, сказали, да, мы эту программу не знаем. Поэтому они восхищались мастерством участников и показательные выступления. Они танцевали свою аутентичную версию Ча-Ча-Ча, было очень интересно. Так что наступил 79-й год. Мы проводили этот турнир. Мне даже довелось принять участие в проведении этого турнира. Кстати говоря, так же, как и в 72-м году, когда мы не участвовали. Тогда нас лишили возможности московские пары танцевать в Москве в ЦСКА. Потому что накануне прошел московский турнир. И нас тогда обвинили, что все мы проводники буржуазной идеологии, стандартчики, танцуют в таких больших платьях. Это все нужно развивать советские танцы. Тогда Москву не допустили. В 75-м году, как я уже сказал, мы были допущены, выиграли союзный конкурс. И здесь уже в 79-м году проходил чемпионат соцстран. Мы победили в программе латиноамериканских танцев. Были вторыми в программе европейских танцев. Европейские танцы выиграли наши друзья из Вильнюса, Витаса и Далека Майтиса. И мы стали еще победителями по 10 танцам. Это был 79-й год. После этого, я помню, меня пригласила замминистра культуры Тамара Васильевна Землянникова на беседу. В то время было достаточно как-то популярно чем-то награждать машинами или квартирами. Мы сказали, что она спросила, чем мы можем вам помочь. Я сказал, что мы хотели бы учиться. Была мечта учиться в ГИТИСе. И в результате на следующий год была создана экспериментальная группа в ГИТИСе на кафедре хореографии. И это была легендарная группа, потому что... Ну, сначала нам предложили там преподавать. Потому что 4 человека, это 2 пары наших учеников. Петр Алла Чеботаревы, Владимир Ольга Андрюкины. А также был приглашен мой учитель Бруно Белоусов, его партнерша Женя Калиничева. И потом к нам присоединился Володя Кузнецов еще. Сначала нам предложили преподавать в этой группе. А потом я сказал, а как же пройдут 5 лет, они получат дипломы, а у нас их не будет. Они сказали, хорошо, тогда вы будете тоже студентами, но у вас будет свободное посещение. На что ректорат сказал, что свободного посещения не будет, потому что вы должны быть нормальными студентами. Мы стали дневными студентами, все вместе там учились. Это было интересно, это был очень большой опыт, потому что мы засыщались теми знаниями, которые нам нужны были в нашей работе. С точки зрения исполнительского мастерства, хореографии, взгляда на музыку, на драматургию музыки. И все предметы, и народно-сценический танец, который вела Тамара Степановна Ткаченко, народная артистка, легендарный профессор Гитиса. И самые интересные, наверное, одни из самых интересных были занятия по искусству бритмейстера, которые вел легендарный Росслав Владимирович Захаров, народный артист, заведующий кафедрой хореографии. Около 30 лет он руководил Большим театром. И его даже само появление на занятия и уход занятий, они были так драматически обставлены. Очень интересно. Сначала один ассистент, потом второй, потом его заместитель, потом он входил. И в обратном порядке они уходили после занятий. Это было очень интересно. Интересно еще в том плане, что Росслав Захаров был одним из таких апологетов. В свое время Министерство культуры Российской Федерации, которое не очень поддерживало, вернее сказать, вообще не поддерживало развитие международной программы бальных танцев, турниры по латиноамериканским и европейским танцам, был такой больший уклон на развитие так называемых советских танцев. И очень часто Министерство культуры Российской Федерации использовали авторитет Росслава Захарова. Он публиковал статьи в «Известиях», в «Правде» по поводу буржуазной идеологии, по поводу этого международного стандарта и так далее. И когда мы уже завершали почти обучение перед дипломной практикой, я помню, он пригласил меня в кабинет и сказал, «Стасечка, вы знаете, я должен вам сказать, что меня неправильно информировали. За эти годы я увидел, что вы занимаетесь великим искусством вообще». И я абсолютно поменял свое мнение. Это было приятно слышать. Ему в то время было уже примерно 74-75 лет. Он, естественно, уже очень заслуженный человек, взрослый, большой-большой профессионал. Это признание не лично нас, а этого движения было очень важно. Многие знакомства. Владимир Васильев, Екатерина Максимова, которые принимали у нас с Людмилой нашу защиту дипломного проекта. Это Борис Акимов, который народный артист, один из ведущих исполнителей Большого театра, вел у нас классический танец. То есть вот эти пять лет, они стали такой очень большой базой для дальнейшего творческого роста и понимания профессионализма танца вообще. Не просто танца как спортивного соревнования на достаточно иногда, может быть, элементарном уровне, Е-класс, Д-класс и так далее, и так далее. Вот. А критики танцевальной почти не было. Тренеры, встречаясь, говорили, у меня пара лучше, нет у меня, ему отвечали, сам дурак. Вот. Потому что, когда какое-то явление есть художественное или фореография, называется еще и критикой, конечно, важен профессиональный взгляд. Вот. Мы закончили это обучение. Это было очень интересно. И, соответственно, начиная наше обучение в 80-м году и познавая вот азы смежных как бы областей танцевального искусства, просто искусства, изобразительного искусства, мы посещали спектакли. Захаров всегда говорил, должны насыщаться знаниями, ходить в театры, ходить на балеты, ходить на выставки. Это очень важно для развития индивидуальности и личности. В 81-м году уже возникла такая ситуация, когда мы решили, что нам нужно как-то уходить в другое пространство, потому что мы работали с нашим коллективом, все наши пары были нашими учениками. Сегодня мы с ними работали, завтра мы с ними соревновались на любительских турнирах. Поэтому в 81-м году мы обратились в Министерство культуры Советского Союза с просьбой дать нам возможность участвовать в турнирах профессионалов. А поскольку в то время еще невозможно было просто по приглашению или по личному желанию ездить в другие страны, направляло только в Министерство культуры, поэтому это было необходимо. Мы, естественно, это было одобрено, мы начали выступать на турнирах профессионалов, продолжать работать со своими коллективами, своими коллективами, своими парами. Параллельно начали работать в Звездном городке. Это был очень интересный период жизни, почти 10 лет, потому что Звездный городок в то время было совершенно... Сейчас немножко изменилось отношение, может быть, так, к космонавтам, потому что это уже стало такой ординарной работой, наверное, в понимании нашего общества. А тогда, конечно, это первый отряд космонавтов, это были герои все абсолютно. И Звездный городок – это была абсолютно такая волшебная территория. Ну, кроме того, что там были особые меры безопасности и двойные заборы, вот мы там вели занятия в Доме космонавтов, и в 81-м году я провел первый турнир «Звездный вальс», посвященный 20-летию полета Гагарина. И я помню, как господин Климук, будучи тогда начальником Центра подготовки космонавтов, принес нам медали, юбилейные медали, и сказал, что давайте мы раздадим вашим финалистам. Я сказал, а у вас же эти медали, они вручаются вообще, ничего, говорит, у нас остались еще, мы можем подарить. Я помню, как был Климук, Владимир Дженебеков на этом первом турнире, и у нас танцевали там и Елена Гагарина, и Оля Елена Дженебекова, и Оксана Поповича, и Оксана Леонова, и Наташа Добровольская, и Володя Волков, и Миша Климук, которого я недавно встретил в Лондоне, он был там в качестве нашего военного атташе, подошел красивый такой полковник в парадной форме, там я вел одно событие у посла нашего, Яковенко, подошел красивый полковник, говорит, вы меня помните, я говорю, знакомый лицом, я, говорит, Миша Климук, 10 лет ему было, когда он выходил в эту группу и хулиганил вместе с Ромой Романенко, Рома Романенко, которого я тоже встретил лет 5 тому назад, когда, или чуть больше, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, он вручал ему звезду героя, и в Кремле я был на этой церемонии, потом он тоже спросил, вы меня помните, я говорю, Рома, конечно, тебя помню. Очень интересно было, почему это связано было еще с танцами, потому что тогда была создана комиссия по Всесоюзный совет по барной хореографии, который возглавил космонавт, дважды герой Советского Союза Леонид Иванович Попов. Он был в то время еще членом правительства, членом Верховного Совета Советского Союза, и это было такое, ну, хорошее такое событие, хорошая деятельность в пользу развития танцев. Итак, мы прошли этот этап, в 87-м году, как я уже сказал, мы подошли к тому, что в 86-м году было создано Союзное музыкальное общество, которое начало основывать творческие комиссии по разным видам искусства. Классический танец, народный танец, мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, эстрадный танец, балет, народно-эстетический, я уже сказал. Они предложили нам сделать творческую комиссию по барной хореографии. Вот это стало прообразом Российского танцевального союза. Ну и дальше началась уже такая организационная, в большей степени деятельность, хотя свой первый турнир я организовывал во Дворце культуры Горького в 71-м году. Потом были другие турниры, понемногу, понемногу. Мы переходили на большие площадки, и я принимал участие, как я уже сказал, и в первом всесоюзном конкурсе профессионалов в 88-м году, на котором мы завершили свои выступления в России. Последний наш турнир был в 88-м году в Токио. Он назывался «Чемпионат мировых звезд», «All Stars World Championship». И это было такое знаменательное, конечно, событие. Но самое интересное, что через неделю уже после этого чемпионата я проводил первый московский международный в Москве. И тогда была очень такая интересная ситуация, когда мы пригласили для показателях выступлений две выдающиеся пары. Это Аллен и Хейзилл Флетчер, пятикратные чемпионы мира среди профессионалов, и двукратные чемпионы мира Эспен Кирстен Салберг. И у нас тогда не было денег, я уже уезжал в Токио, у нас не было денег для того, чтобы оплатить их выступление. И там я собрал свои деньги, которые получил за дорогу, призовой фонд, и так далее, и так далее. Пригласил их на встречу, пригласил третью сторону нашего друга издания Борги Йенсена и сказал ему, что вот такая ситуация, я вот передаю эти деньги Борги Йенсену, и если мы не найдем в Москве деньги, он вам передаст это потом. Когда мы вернулись в Москву, я пришел на центральное телевидение, тогда была очень мощная редакция народного творчества, Кира Вениаминовна Анненкова, очень мощная женщина. Я ей сказал, Кира Вениаминовна, у нас вот такая ситуация, нет денег. Она подумала, сказала, давайте позвоним Бердускони. Набрали телефон Бердускони, а он в то время не был еще главой государства, у него была крупнейшая итальянская рекламная компания. И они предложили ему стать партнерами этого события. Поэтому вот те люди, которые сегодня в интернете найдут этот турнир, профессиональный наш ТОТАМ, он начинается с рекламы компании «Публиталия» в Бердускони. Таким образом, дальше и дальше мы потом начали проводить следующие международные турниры. Потом наступил 1985 год, когда мы решили замахнуться и придумать Кубок мира в Кремле. Но первый Кубок мира он прошел не в Кремле, он прошел в Лужниках два дня в европейской программе и латиноамериканская. Но подошло время, следующий год, 1986 год, мы переместились в Кремль. И затем уже каждый год у нас проходили эти турниры, у нас проходили чемпионаты России. И в 1991 году нас пригласили работать в Соединенные Штаты. Это было в Сиэтле, штат Вашингтон, Washington Dance Club. Мы приехали туда, приняли это приглашение, проработали там пять лет, одновременно выезжая в разные страны, Германия, Италия, Гонконг, работали там. И, естественно, не нарушали, не прерывали наших связей с нашей страной, с Советским Союзом и Россией, которая стала Россией уже в 1991 году, и с нашей организацией. И потом, в 1995 году я вернулся, вернулся уже один. Вот та часть моей семьи, с которой мы были в Америке, осталась в Соединенных Штатах Америки. Вернулся назад и обогащенный уже, как бы приближаясь к нашей теме, наконец, опытом наблюдения за развитием проэм. Для меня это было очень интересно, это было необычно для нашей страны, потому что мы все знали, что такое любительский танцевальный спорт, мы знали, что такое профессиональный танцевальный спорт. Мы стали уже в это время членами ICBD, International Council of Ballroom Dancing, профессиональной организации, которая потом трансформировалась уже в World Dance Council. Но проэм для меня был очень таким интересным явлением, и я заметил, что практически почти все турниры Соединенных Штатах Америки, это процентов 50-60, если не больше, многие, это турниры проэм. И это популярное движение, которое как бы насыщает каждый из турниров, а уже турниры любителей, профессионалов, это уже такие бонусы танцевальному спорту. И, конечно, как бы основа развития танцевального бизнеса в Соединенных Штатах, в данном случае, это, конечно, движение проэм. Интересно, что это начало развиваться в нашей стране, и тогда мы очень много сотрудничали с компанией Gala Dance, Dance Promotion International, с Алексеем Миндалем, с его компанией, с его постановщиками. И тогда вот возникла эта идея проведения, создания этого уровня проэм и проведения подобных турниров. Затем была создана уже компания Gala Dance с Алексеем Миндалем, который очень успешно работает в нашей стране. И с каждым годом мы стали наблюдать, что это приобретает все больше и больше масштабы, все больше интерес возникает. И это абсолютно понятно, потому что, во-первых, появляются цели конкретные. Люди приходят просто научиться танцевать, потом, переступив порог танцевального зала, они начинают чувствовать совершенно другое качество своей жизни и в физическом плане, и в психологическом плане. И я всегда, когда мы обсуждаем, что несет с собой занятие бальными танцами, мы вспоминаем фильм «Летс Дэнс», «Давайте потанцуем» Ричарда Гира и все его семейные проблемы и на работе, которые как-то понемногу ушли, когда он начал танцевать. Поэтому для многих людей это действительно переход в какую-то другую реальность, это переход в другой мир, это определенное отключение от тех проблем ежедневных и ежеминутных, которые посещают человека. Это физическое развитие, это нахождение в движении, в музыке. Это дает очень хорошее жизненное ощущение людям. Но, с одной стороны, просто танцевать – это замечательно, но когда появляется еще возможность выступать на турнирах, ну, тогда появляется еще и такая-то или иной спортивная мотивация. Хочется больше чего-то учить, хочется больше чего-то познавать, хочется помериться с силами, а главное – выйти на прекрасный паркет, красиво выглядеть, элегантно, вот, и получать свои кубки, признание, и входить в какое-то сообщество, определенное сообщество, где много друзей, новых людей, с которыми знакомятся те, кто как бы приходят в мир проема. Поэтому я считаю, что это очень важно для развития вообще танцевального спорта. Танцевального бизнеса – это одна из важнейших таких составляющих этого движения. И мы, естественно, в последние годы стараемся уделять все больше и больше внимания этому. Возможно, в свое время мы не то, что недооценили это, но как-то вот были увлечены, все увлечены танцевальным спортом просто. А сегодня мы уже видим, что это очень важно. Это важно и для наших профессионалов, и ведущих танцоров-любителей, которые фактически являются тоже профессионалами, и тоже занимаются этим бизнесом. Так что на сегодняшний день мы… У нас есть комитет ПРОЭМ в президиуме Российского танцевального союза. У нас есть активные люди, которые этим занимаются. Одним из них является, конечно, Павел Малов, который проводит замечательные турниры, имеет большой опыт в развитии этого направления и обладает той энергией, которая нам дает возможность быть уверены в том, что это движение в Российском танцевальном союзе будет успешно развиваться. Мы очень рады, что наконец РТС обратил фокус внимания своего на ПРОЭМ-сообществе, на развитие системы ПРОЭМ в России. Может быть, в качестве президента Российского танцевального союза вы могли бы рассказать нам об истории создания РТС, об основных достижениях за эти 35 лет существования, да и о том, какие у вас есть планы по развитию системы ПРОЭМ в России в том числе. Я уже затронул те вопросы, как бы вехи и пути развития Российского танцевального союза, который ведет свое начало от творческой комиссии от 87-го года. И, естественно, сегодня у нас уже на многих турнирах, которые мы проводим, мы включаем туда в программу и турниры ПРОЭМ. Я думаю, что прежде всего здесь важно те организаторы и те специалисты, которые хотят развивать это направление, они должны осознавать разницу между танцевальным спортом любителей и профессионалов и движением ПРОЭМ, потому что это качественно разные вещи, хотя танцуются одинаковая программа, но психологически, морально это другое. Я, например, никогда не стеснялся говорить, что танцы, которыми я занимаюсь и обучаю людей, это сервис определенный, и насколько профессионально он предоставляется в обществе, настолько он будет успешный. Поэтому на сегодняшний день очень важно в деятельности Российского танцевального союза нам, естественно, поддержать наш комитет по профессиональному танцеванию. Мы ему доверяем, потому что там энтузиасты. Очень важно создавать базу данных. Базу данных наших, допустим, не только ПРОЭМПАР, а базу данных профессионалов и любителей, которые хотят заниматься этим бизнесом, для того, чтобы каждый человек, который хотел бы танцевать, мог бы зайти на сайт, посмотреть и выбрать себе партнера. Если кого-то там нет, то, может быть, найти его на каком-то турнире. Естественно, ПРОЭМП, с точки зрения обучения танцев, он очень привлекательный, потому что так получается, что некоторые женщины, дамы или мужчины, которые в своей жизни где-то пропустили возможность заниматься танцами, работа, семья и так далее, и так далее. Некоторые, может быть, даже занимались немного танцами, но они хотят опять прийти на этот высокий уровень, не только получить удовольствие от танцев, но и достигнуть каких-то результатов. Естественно, им лучше не идти в школу танцев, где неумелые партнеры на ноги наступают, а заниматься с профессионалом. И мы знаем, что у нас есть те пары ПРОЭМП, которые выходили на профессиональный паркет. И сегодня, когда мы проводим наши турниры и в Кремле, когда я провожу турниры, и в наших публикациях, интервью, я уже говорю о том, что когда танцует этот ПРОЭМ, это уже профессиональный уровень. И, например, вот буквально неделю тому назад в Кремле событие, которое проходило, и турнир по латиноамериканским танцам, и турнир по европейским, особенно европейским, у нас только полуфинал и финал был. 12 великолепных пар, и это абсолютно... Если бы я не говорил, что это барышни-любители танцуют с профессионалами, собственно говоря, публика видит, что танцуют профессионалы. Это очень высокий уровень. Поэтому мы сегодня должны понимать, что комитет ПРОЭМ, Российского танцевального союза, и организаторы должны создавать комфортные условия для ПРОЭМ. Ну, прежде всего, мы не можем это скрывать. Во-первых, участники движения ПРОЭМ оплачивают свои выступления. Они вкладывают много средств в свои занятия. И это очень важно. Для танцоров-профессионалов и любителей, которые проявляют себя как профессионалы с точки зрения участия в движении ПРОЭМ, это хорошая возможность определенного бизнеса, потому что это становится для них еще и работой. Это оплачивается. Поэтому для них это важно. Они остаются в мире бального танца и даже конкурсного танца. И в то же время для них возникает возможность работы определенной, что тоже важно сегодня. Мы не можем об этом не говорить. Поэтому здесь есть такие интересы, встречные интересы у представителей ПРОЭМ, у барышень очаровательных. Найти хорошего партнера. Это раз. получить хороший сервис с точки зрения обучения и того микроклимата, который в паре существует. Потому что отношения между партнерами в танцевальном спорте и в ПРОЭМ – это разные вещи. Поэтому здесь от партнеров требуется очень много внимания, такта, деликатности и понимания того, что он всегда остается учителем. Учителем, который уважает свою партнершу. Даже, я могу сказать, клиентку, которая с ним работает. Потому что понимание, допустим, партнерш в танцевальном спорте, профессиональном – это несколько иное. А здесь это определенный сервис, который мы должны представлять. Представлять людям, которые хотят заниматься танцами, которые входят в нашу танцевальную жизнь, которые в ней активно участвуют. И, конечно, рассчитывают на очень такое тактичное и профессиональное отношение. Поэтому вот эти задачи мы абсолютно будем им следовать. И, естественно, нам важно создавать рейтинг, например, этих пар, чтобы они, участвуя во многих турнирах, получали определенные позиции. К тому же мы рассматриваем вопрос, поскольку уже все больше и больше пар хотят принимать участие, допустим, в турнирах в Кремле. То, возможно, участие в наших остальных турнирах, и этот рейтинг будет давать определенные возможности. То есть мы будем давать предпочтение тем, кто принимает участие на этих турнирах, и это тоже будет их мотивировать. Не планируете ли вы создать при комитете по ПРОАМ в рамках РТС комитет из представителей ПРОАМ-сообщества? То есть танцовщицы АМ могли бы, так сказать, внести какую-то свежую мысль, например, или что-то подсказать? Это очень правильное такое предложение. И дело в том, что два года тому назад у меня уже было, я не буду называть имя нашей замечательной ПРОАМщицы, она одна из ведущих исполнительниц европейских танцев, такое предложение уже делалось. И, насколько я знаю, она обсуждалась. Но, насколько я понимаю, на сегодняшний день несколько человек не пришли к какому-то консенсусу, кого пригласить туда, как это все оформить. Я был бы очень рад. У нас есть активные люди в движении ПРОАМ, которые, естественно, в своем сообществе обсуждают многие вопросы, вопросы творческие, организационные. И, естественно, усиливая, допустим, внимание наше на развитие ПРОАМ в рамках Российского Тунициального Союза, я думаю, что создание такого комитета было бы очень важно. Естественно, мы бы с ними встречались вместе, обсуждали. Они лучше бы понимали наши цели и задачи и возможности, а мы понимали бы насущные нужды. Мы абсолютно к этому готовы. Я считаю, что это назрело. Это должно быть обязательно. Потому что при том уровне развития Российского Танцевального Союза, как общественной всероссийской структуры, работы любительских комитетов, профессионального комитета, создание календаря. У нас каждую неделю идут турниры. Мы, естественно, должны развивать эту область. И, естественно, понимаем, что турниры, которые проводятся для ПРОЭМ, они должны также быть привлекательными. Это не только просто выступить на турнире, но выступить на хорошей площадке, где хороший звук, хороший цвет, хорошее введение, хорошие интерьеры и получить оплённое удовольствие от этого. Или если это турнир, который проходит где-то на выезде, сочетать это с какими-то экскурсиями, с каким-то общением. Потому что, опять-таки, я говорю, ПРОЭМ – это несколько иное, чем обычно тот вид спорта, танцевальный вид спорта, к которому привыкли все. Вы также являетесь президентом Евроазиатского танцевального совета. Как в нынешних реалиях вы видите развитие зарубежного партнёрства, может быть, с азиатскими партнёрами в плане развития больного танца и ПРОЭМ? – Три года назад мы зарегистрировали и начали работу в рамках Евроазиатского танцевального совета. У нас там было около 20 стран, в президиум этого совета входило 8 человек. Это представители Китая, China Ballroom Dance Federation – крупнейшая танцевальная организация вместе с её руководителем Манфредом Вангом. Это он вице-президент. Ещё один вице-президент – Марсел Дерайк. Легенда танцевального спорта, основатель открытого чемпионата Нидерландов, финалист чемпионатов мира и Европы, уникальный человек совершенно. Это Леонид Плетнёв, который у нас когда-то создавал International Dance Union и является почётным президентом этой организации. Сегодня он проживает в Вене, но в тесном контакте с нами. Он также член президиума. Известный деятель танцевального спорта Джерри Абрата из Италии, генеральный секретарь Елена Самуилова из Латвии, очень хороший тренер, замечательная исполнительница, чемпионка Австралии, финалистка чемпионата Италии. Она жила и работала в Соединённых Штатах. У неё несколько языков и замечательные просто работоспособности, обладает большими контактами с танцевальным сообществом. И у нас было два представителя в президиуме. Это Игорь Машин из Украины и Януш Бялы из Польши. На сегодняшний день в связи с теми событиями, которые происходят, они прекратили свою деятельность. Сказали, что им неудобно быть в президиуме. И вот это направление у нас, естественно, проблемное сейчас. Но с другой стороны, мы, естественно, сейчас переформатируемся и будем развивать Евро-Азиатский национальный союз с нашими партнёрами. Прежде всего, это Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. И это очень важно. И мы знаем, во всех этих странах, во-первых, мне доводилось работать очень много. У меня очень много там друзей, много единомышленников. И мы сейчас вот как бы свой взор всё-таки обратили в эту сторону, потому что это очень важно. Именно поэтому мы пригласили в Кремль на турнир на Кубок Кремля «Городность России» представителей этих стран. Так что мы вовлечём эти страны к участию, привлечём эти страны к участию в Евро-Азиатском танцевальном совете. А также мы посмотрим, что есть ещё в тех странах, которые мы как-то, может быть, активизируем с ними отношения. Это и Индонезия, и Филиппины, и во Вьетнаме. Я знаю, что танцуют. Основной наш партнёр, почему несколько снизилась активная сейчас деятельность, ну это понятно. Во-первых, практически почти два года пандемии. Это раз. И второй такой момент очень важный. Основной наш партнёр – это Китай. В Китае проводилось очень большое количество очень сильных, больших знаковых турниров с очень хорошим международным представительством. И мы уже проводили в России, в Ветеринбурге, у нас в 2019 году прошли чемпионаты ЕАДСи. Также они прошли в китайском городе Семене. Затем на следующий год, это было в 2019 году, в начале 2020 года, до начала пандемии, в Вене проходили турниры ЕАДСи. Но сейчас вот в связи с этими событиями, конечно, они у нас как бы на паузе. И в то же время Китай до сих пор является достаточно закрытой страной, поэтому всё, что там происходит в танцевальном плане, оно сейчас не то, что недоступно, но у нас нет не то, что тех контактов, а просто нет того общения, которое было раньше. Поэтому мы, естественно, ждём каких-то оплёных перемен и надеемся, что Китай будет открываться, и мы возобновим наше сотрудничество в полном объёме. И будем привлекать ещё страны азиатского региона, потому что это возможно для развития Евроазиатского танцевального совета. А в Польше и в Украине мы посмотрим, может быть, мы, несмотря на эту ситуацию, тоже найдём партнёров, потому что и там есть люди, которые считают, что танцы – это такой вид народной дипломатии, который очень важен сегодня для укрепления отношений между людьми. Поэтому мы, естественно, будем продолжать эту работу. И я могу сказать, что у нас проходят турниры EDC по одиночникам, по любителям. И даже если там нет представительства большого зарубежных стран, тем не менее титулы – это очень приятно, что участники получают эти титулы, кубки. И интересно, что 19-20 ноября, когда пройдёт Рашнопен в Санкт-Петербурге, и я знаю, что там и ПРОЭМ, конечно, будет участвовать. И я советую участвовать в этом турнире, потому что в прошлом году прошло первое, соревнования прошли первый турнир, великолепная площадка, замечательные возможности, экспо-центр. Причём как бы на разные запросы. С правой стороны трёхзвёздочный отель уютный, комфортный, с левой стороны пятизвёздочный. Везде можно, не выходя на улицу, попасть на танцевальную площадку. Живая музыка, хорошая организация. И, кстати говоря, в рамках этого Рашнопен мы будем проводить ещё и титулы ЕДС и Евразиатского танцевального совета. Вот в нынешних непростых условиях поддерживает ли Российский танцевальный союз, будучи общероссийской организацией своих танцоров, помогает ли им как-то каким-то образом держаться на плаву? Мы их поддерживаем морально. К сожалению, у нас нет возможности поддерживать их материально, потому что у нас нет тех средств, может быть, которые есть у аккредитованной организации. Вот мы знаем, что у нас есть аккредитованные организации в числе их партнёров и Роснефть, и Газпром, и Русал, и Алроса, и Аэрофлот, и Новотек, и так далее, и так далее, и так далее. Это даёт возможности Федерации танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла, возможно, поддерживать организаторов определённых турниров, строить свои центры танцевальные. Это тоже хорошо, потому что это, прежде всего, развитие танцевального спорта и того, чем мы занимаемся. Поэтому мы приветствуем это. У нас общественная организация, в которой есть членские взносы. Естественно, у нас есть достаточно много определённых расходов и по помещению, и по сотрудникам, которые работают. Поэтому мы, естественно, морально поддерживаем наших танцоров, мы помогаем им устанавливать контакты. А самая главная поддержка – мы создаём для них турниры. Мы проводим для них турниры. Кроме этого, у нас проходят наши конгрессы, и мы планируем, начиная со следующего года, проводить серию конгрессов. Пока не решили мы, какова будет материальная основа. Возможно, они будут бесплатные для членов Российского танцевального союза. Но в любом случае мы таким образом поддерживаем наших танцоров. Каким вы видите направление развития бального танца в России? Куда он будет развиваться? В каком направлении будет развиваться бальный танец? Он в любом случае будет развиваться, во-первых. Бальный танец будет развиваться, потому что это средство общения, и люди будут учиться танцам, потому что это замечательная форма организации досуга. Как я говорю всегда на каких-то наших событиях, что танцы – это самый наивный и невинный повод обнять барышню. Поэтому мужчины должны тоже заниматься танцами с барышнями, приглашать их танцевать. Если говорить о танцевальном спорте, то он тоже будет развиваться, если общая ситуация в стране и в мире позволит это. Мы надеемся, что наш мир придет, может быть, к тому состоянию, когда все поймут, что дальше уже некуда. И, наверное, нужно каким-то образом остановиться, о чем-то договориться. И хотелось бы, чтобы это возникло для того, чтобы люди жили счастливой мирной жизнью и, конечно, танцевали. Когда возникают такие жизненные катаклизмы, тогда, наверное, людям сложнее танцевать. Хотя танцы, опять-таки, дают возможность как-то на время уйти в другой мир, создать себе хорошее настроение. И, конечно, мы не замечаем того, что снизилось желание людей танцевать или участвовать в турнирах. И по нашим событиям в Кремле, и по нашим другим турнирам, которые, как я говорил, уже каждую неделю проходят. Вот это замечательная возможность как-то почувствовать радость жизни в нашей современной сегодняшней ситуации. Поэтому нужно, наверное, всем пожелать просто мирного неба, мира и возможности танцевать и быть счастливыми. А вот последний Кубок Кремля, ну, предыдущий, да, Кубок Кремля 22 октября был очень многочисленный в части категории ПРОАМ. Вот планируете ли вы дальше в Кремле развивать эту категорию, может быть, внести какие-то дополнительные туда категории? У нас на каждом турнире будет сейчас ПРОАМ. И в этот раз у нас были… Мы сначала планировали провести так, как это было в апреле, два финала. В апреле у нас было шесть пар в европейской программе, по-моему, девять пар в латиноамериканской. Сейчас было столько заявок, что мы посмотрели, немножко ужали категорию профессионалов, отобрали у них один тур, вот, чтобы дать больше времени ПРОАМу. Возможно, на следующем турнире в апреле, если будет все хорошо в нашей жизни, то у нас обязательно будет ПРОАМ. В каком объеме, сейчас я не могу сказать, но я думаю, что вполне возможно, что по крайней мере по три тура в каждой категории. Дело в том, что мы в Кремле как бы ограничены в наших возможностях временных. Мы не можем начинать раньше турниры, потому что у нас проходят там репетиции всех участвующих в турнире, у нас проходят пробы паркета, регистрации. Это очень важно. И мы, как правило, начинаем… Раньше мы начинали, когда у нас был как бы формат события меньше, мы начинали в 7 часов вечера. Сейчас мы начинаем в 5. У нас в 6 часов длится событие, которое расписано по минутам от и до. В 5.00 начинаем, в 22.50. 22.55 мы должны закончить. Причем это еще доброе отношение администрации Клиненского дворца, потому что по регламенту этого места все события там должны заканчиваться в 10 часов. Но вот нам дают возможность в 11 закончить наше событие. Поэтому мы будем смотреть, как будет ли у нас возможность по временным рамкам, допустим, расширить представительство ПРОЭМ. Я думаю, что, по крайней мере, три тура в двух категориях мы можем провести без ущерба большого для турниров профессионалов и любителей. Если говорить о проведении какого-то полномасштабного события, то, скорее всего, это нужно тогда делать отдельное вообще событие, там брать на один или два дня это помещение, но здесь всегда есть определенная такая опасность. Дело в том, что я не могу скрывать этого, это дорогая площадка. Дорогая площадка и организация события на этой площадке, она сопряжена с очень многими сложностями. Это и режимы прохода, это и пропуска, это и создание, установка всего, что столы, краны и так далее, и так далее. Это большая работа. Нам не хотелось бы, допустим, на этом сэкономить и провести просто турнир ПРОЭМ в этом зале, потому что все уже там побывали и знают, как там красиво. Для того, чтобы было все это красиво, нам нужны партнеры. А партнеры на сегодняшний день, они как бы уже привыкли за 25 лет, что это турниры профессионалов, ведущих, любителей, и здесь мы должны найти такую вот золотую середину, баланс между турниром ПРОЭМ и турниром профессионалов и ведущих любителей России, потому что действительно, если делать отдельное событие, то нужно для этого искать просто большие средства. На сегодняшний день мы можем использовать те средства, которые мы получаем от наших партнеров для проведения традиционных событий в Кремле, Кубок Кремля, Гордость России, Кубок Мира. Но вот сегодня мы можем делать это там и включать туда в программу турниры ПРОЭМ. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, парам ПРОЭМ? Я хотел бы пожелать зрителям, во-первых, всем, кто приходит на турниры и турниры ПРОЭМ, болеть за своих друзей, радоваться их успехам, утешать их, если они в финал не попали. Потому что в любом случае сегодня можно танцевать в финале завтра, нет. В любом случае человек занимается танцами, это большое счастье и радость жизни. Всем нам, я думаю, надо пожелать, наверное, как я уже говорил, мирного неба и того, чтобы мир пришел в то состояние, когда люди перейдут к мирной жизни и будут наслаждаться искусством, творчеством, танцами, приходить на турниры и будут сами танцевать. Так что всем успехов, всем нашим уважаемым дамам ПРОЭМ счастья, здоровья. Мы будем рады, если Российский танцевальный союз станет для них той организацией, которая о них заботится, о них думает, а мы будем рады их встречать на нашем событиях. Большое спасибо за интервью и будем рады встретиться с вами на новых турнирах Российского танцевального союза. Спасибо, Анна. Спасибо большое.